МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Буквально несколько минут назад уже один из выпускников ко мне обратился и сказал, что я готов работать на любой рабочей специальности, чтобы пройти путь снизу и доверху, как говорится. Надев каски, молодые умы отправились в турбинный цех. Генераторы трубы – оглушительный шум. Там кипела работа и бурлила вода, питающая весь правый берег Ульяновска. Под чутким руководством ведущего и специалиста Ивана Малова четверокурсники технического университета узнали о сложном устройстве гиганта теплоэнергетики. То есть сейчас станция вырабатывает 267 мегаватт. То есть это две турбины здесь и одна турбина еще там. Делегация ознакомилась и с другим помещением, совсем не похожим на предыдущее. В нем не было пара гулы и кранов с котлами. Тишина и множество электронной техники предстали взору гостей. Пульты управления и монитор отображали исправность системы, а шесть специалистов внимательно следили за обстановкой всех отделов ТЭЦ. Вот оно, настоящее сердце – ТЭЦ номер один, центр управления. От работы буквально нескольких машинистов зависит целая жизнь огромного предприятия. Они должны контролировать температурный режим и режим давления. Погружение в мир тепла и энергии подошло к концу, и делегаты охотно поделились своими впечатлениями о визите. На ТЭЦ мы впервые, все это очень масштабно. Мы проектировали котлы по учебе, и сейчас ты смотришь на это совсем другими глазами. Мы и так проходим этот материал по устройству ТЭЦ, по ее работе, как ее грамотно завести, как грамотно все это дело организовать. В том числе и очень важно на самом деле теоретические знания увидеть, как они применяются на практике. В 2015 году по инициативе губернатора была создана образовательная программа «Регион-студент-вуз». В то время и поступили первые абитуриенты на технические специальности по профилю ЖКХ. Государство обеспечило расходы на образование в техническом университете, а студенты, в свою очередь, пообещали работать по профессии. Самое главное в этой программе, что она осуществляется за бюджетные деньги региона, и студенты нынешние по окончанию университета будут гарантированно трудоустроены на предприятиях. В этом учебном году 112 бакалавров покинут стены «Альма-Матер», но технический университет продолжит ковать новые инженерные кадры. На обеспечение жилищно-коммунального профиля уже выделено 10 миллионов рублей из областного бюджета. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.